Фигурные, хоккейные, конькобежные и даже прогулочные. И это все о коньках. И хотя погода к ледяным заездам не располагает, тема не теряет актуальности. Морозы обязательно еще будут, а вместе с этим появятся и природные катки. По крайней мере, в Сестровецком парке каток уже вовсю строится. Так что не теряем время, а выбираем правильные коньки. На что обратить внимание, подскажет Валентина Мордовина. Невероятно теплый декабрь, но уже к выходным. Наконец-то обещают легкий минус, легкий морозец. Это значит, наконец-то можно будет выйти на лед. А значит, пока есть время подобрать правильные коньки. И сегодня этот вопрос мы зададим эксперту, профессионалу, старшему тренеру по фигурному катанию школы Олимпийского резерва Клин спортивной Светлане Николаевне Смирновой. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Николаевна, ну вы как эксперт точно знаете, вот как правильно подбирать коньки. Расскажите. Ну, конечно, знаю. Наши конечки должны на нашей ноге сидеть четко, твердо, потому что иначе мы можем нести себе травму. Конечки должны быть не мягкие и туго-туго зашнурованные, чтобы хорошо держать нашу ногу. Светлана Николаевна, ну мы подбираем как обычную обувь, размер в размер, или вот нужно что-то на шерстяной носок рассчитывать? Ну, смотря где кататься. Конечно, если кататься в ледовом дорце, достаточно на тоненький носочек. Если вы собираетесь кататься, когда будут морозы, то, конечно, на ноги и ножки должно быть тепло. И можно купить сейчас очень много, да, вам предоставлено у нас торговля всяких разных носочков. Носочков они держат тепло, термостойкие, влагостойкие. И ноге будет удобно, и они тоже держат, даже делаются для того, чтобы зафиксировать голеностопный сустав. То есть купить спортивный носочек и пользоваться только им, это будет очень здорово. Скажите, пожалуйста, как часто нужно затачивать коньки, где лучше это делать самому или куда-то обращаться? Ну, вообще у нас в Клину есть магазин, где и продают как раз конечки, и там же работает заточка. То есть достаточно для массового катания один раз в неделю заточить конечки. А так, конечно, нужно смотреть. Если на лезвии появились зазубрины, значит, коньки надо точить. Если зазубрины нету, то есть это достаточно хороший конек, можно на нем кататься и так. Ну, и вот потом хранить. То есть для ходьбы мы используем, да, одеваем на лезвие защиту пластиковую. Огромное спасибо за развернутые ответы. Ну что ж, сейчас все стало понятно и ясно. Спасибо. Пожалуйста. Приходите на лед. Спасибо. Спасибо.